Начал обновлять рюкзак Haddock. Прошло, наверное, пару лет с крайнего его обновления. И этот я закосячил. Поэтому сейчас шьется практически такой же, но решил использовать, взять за основу синюю тысячную кордуру южнокорейского производства. Эта партия очень достаточно плотная. Темно-синий цвет основной ткани будет сочетаться со вставками из ткани. Кордон черного цвета в некоторых местах, таких как валики и, например, обратная сторона лямок. Может быть, еще в каких-то местах я его поставлю, но уже по мелочи. Практикуем пришив валиков именно таким способом. Это придумано не мной, но где-то может быть позаимствовано. Где-то, если брать фирму Savota, то у нее с двух сторон строчки и специфические такие валики получились. Мне они не очень нравятся, но сама система интересна. Немного позже будет обзор по самопошивному рюкзаку из 90-х годов. Удалось познакомиться с очень интересной женщиной. И на такой советской закалке турист. Вот она сама себе сшила рюкзак. Было очень интересно на него посмотреть. Я его выцегонил на обзор. Пора бы его уже, наверное, заснять. Значит, у нас темно-синий цвет сочетается с серым. В таком месте. Комбинированные лямки стал делать не так давно. Хотя в 2019 году первый сделал, понравилось. И уже начали внедрять в типовую продукцию их. Раньше делал здесь шов, пускал. Сейчас не пускаем по ткани, чтобы зафиксировать слои материалов. Сейчас решил из-за эстетических соображений это не делать. Шов пустил здесь косой, хотя везде они перпендикулярно оси этой ленты. В простонародье стропа. Фурнитуру решил поставить серую. Стропы черные. Спрашивают постоянно про вот эти самые загибы. Но зачем я их делаю? Увидел у фирмы MBC. МВС. И где-то у американцев, по-моему, такое еще видел. Ну, они у американцев что-то копировали. Скорее всего, может, оттуда и взяли. Здесь просто радиус такой идет. И мне показалось, чисто из эстетических соображений пройти этот радиус именно таким способом. Может быть, это будет какая-то запоминающаяся фишка. А может быть и нет. Серые фастексы усиленные. Фирма Апри. Очень нравятся мне их фастексы. Система PELS. Сюда будет крепиться ремешок. Также будет и сниматься. Когда он не нужен, в принципе, просто будут подушки. Сюда буду пришивать лямки. Буду пробовать по-новому еще немножко пришивать все это дело. Ручки завтра будут пришиваться. Пришью и закрою декоративной вставкой. Оп, пардон. Конечно, сейчас, по прошествии шести-семи лет, чувствуется разница, когда ты еще прям совсем новичок, и тебе нужно придумать рюкзак. Ты просто не знаешь, с чего начать. Можно, конечно, скопировать или придумать что-то, но это все равно не то. Нет опыта. Откуда его взять, опыт? Практиковать? Просто делаешь и все. Сейчас я обновляю рюкзак, ходок. Я уже четко понимаю, что делаю. Где-то эксперименты с расположением деталей, с размерами, со способом пришива. Где-то не эксперимент. Ну, я не буду сейчас в это углубляться. Но разница ощущается, чувствуется. Опыт, чтобы не казаться голословным в этом вопросе. У нас есть просто примеры работ, которые выложены как в группе ВКонтакте, так и на сайте, в Инстаграме. Все это прошло через стену ВКонтакте в группе. Все, так сказать, задокументировано. Это не просто болтовня. Я просто делюсь с вами мыслями. Итак, на чем мы остановились? В прошлый раз у меня эта часть еще не была собрана. Я очень-очень долго думал, размышлял на ней. То есть, начало ролика, вот эти первые 2-3 минутки, а может даже и 4 будет, это где-то было неделю назад. И сейчас, вчера-позавчера появились мысли, как обработать вот этот самый момент. Он меня немножко прям так беспокоил. Не сказать, что он мне дико не нравился на наших старых моделях, но мне захотелось поэкспериментировать. И что я здесь делал? Во-первых, все вот это, что здесь есть, это лямки и вот эта вся приблуда. Она уже достаточно мощна. Здесь не видно, но под карманом там видно куча-куча швов. И крестами, и не крестами, и зигзагами, и не зигзагами. Как только там все не пришито. В общем, пришито так, чтобы мне этот рюкзак обратно не притащили. И сказали, у нас, блин, лямки отрывались. Нет, так дело не пойдет. Мне не нравится такой подход. Я также хотел избежать швов в этом месте. Конечно, люди будут смотреть и говорить, что у вас лямки не прошиты. Но моя задача уже это объяснить при помощи фото-видео фиксации. Так сказать. Придумал я формат видео, который будет презентовать наши типовые изделия. Я думаю, что я в скором времени доберусь. Валики прям мне очень эти нравятся. Никуда я не хочу от них уходить пока. Эта штука, думаю, тоже будет работать. Тут я немного накосячил. И хотел сочетать мне несколько цветов. Три. Это синий, серый. Ну, запутался я в этих уже расцветках. Хотел я фурнитуру, в общем-то, серую поставить. И начал ее ставить серую. Но здесь поставил черную. Я до сих пор не понимаю, как это я так сделал. Ну, ладно, фиг с ним. И все бы ничего. Думал, ладно. Здесь, как бы, может быть, она не важна. Она так будет закрыта, прикрыта. Пофигу. Не нашел на складе 50-миллиметровые двухщелевые рамочки. Ну, и подумал, что здесь, в принципе, они будут такие замаскированные. Может быть, в самых видных местах тогда на этом рюкзаке будут серые стоять. А потом подумаю, это же все равно эксперимент в плане цвета. Но мне он пока что нравится. Также вот про вот эту вот, так сказать, трапециоподобную часть, я сказал. Мне еще хотелось вот это все дело прикрыть. Я его прикрыл. Тоже там все зашито-перешито, но ручку было решено сделать тонкой. Не знаю почему, просто решил попробовать. Надоели толстые какие-то узлы, которые, вот если я сложу полотенник пополам, например, да, внутрь, как я это делал, то очень толстый узел получается, неудобно сшить. И думаю, оно вообще нужно это. Поэтому эксперимент. А, заднюю часть. Сзади технический карман под пластик. Так, еще у нас есть очень длинная деталь. Это боковушка. Донная часть и вторая боковушка. Даже не знаю, как это все объяснить. Ручка придумалась в последний момент. Просто долго думал, как обработать эту часть. Если посмотреть на этот эксперимент, то я здесь хотел закрыть стропой, потом отказался. Но мне все-таки не понравилось, что вот эти вот полукольца, как-то, не знаю, знаете присказку, да, не пришей, так сказать, рукав. Они как-то, ну, сами видите. Я долго сидел, наверное, целый час. Я просто сидел и думал, как же мне это обработать. То есть, стропа заходит туда, прошивается перпендикулярно, то есть, ей эта стропа, и внутрь в нее вставляется, так сказать, ручка. Тоже все это прошивается много раз. Потом полукольца, как бы, стропа вот эта наверх загибается, подгибается, вставляется и прошивается это все. Эксперимент. Сказать. Ну, хочется просто самому что-то придумывать. Также и здесь с размером кармана поиграл. Он достаточно объемный, прям такой. Стропы, ячейки на дне рюкзака. Концы строп спрятаны, где-то вот здесь они находятся, то есть, карман по ним и прошивался. Это наглухо зашито. А здесь по шесть ячеек с каждой стороны. Метки поставил, лекало все уже сделал практически. Все будет под запись, переводится в цифру, и уже кроится будет на лазере. Некоторые моменты можно еще, так сказать, поменять, но это все не ошибка. Например, здесь вот квадратом прошел. Можно было избежать этого. Ну, есть способы, поэтому решил подкладом здесь пока что не закрывать. Как-то, не знаю, надо было, наверное, закрыть, а может не надо. Рюкзак небольшой. Не знаю, пусть будут прошивки эти пока. Сейчас не до эстетики. Я сначала соберу рюкзак, посмотрю, сколько он у меня в итоге весит, где можно убрать, куда можно прибавить что-то, что где изменить. Ну, дно усилено. Опять же, задняя часть усилена и передняя будет усилена. То есть, будет такое усиленное корыдце, так сказать, там. Сейчас я его пришью и останется мне только сделать верх. Там будет утяжка, и утяжка будет, и скрутка, и сверху будет клапан, регулируется который по высоте, и останется самая-самая моя недодуманная часть, это передняя. Пока что не знаю, что с ней делать. Ну, хотелось что-то в таком формате, но не хотелось, чтобы еще было не пусто. Ну, короче, за функционалить как-то хочется переднюю часть, поэтому это для меня самое легкое было. Думаю, что рюкзак я дособеру, наверное, на следующей недельке, несмотря на то, что и в приоритете совсем другое. Здесь просто работаю. Вот, если бы была передняя часть, осталось работать часа на два. Я не знаю, что это за формат видео у меня такой получается. Просто захотелось попробовать, и я попробовал. Думаю, что это просто какой-то рабочий момент. Думаю, что это... Некая тренировка перед более глобальными большими видосами. Ну, так понемножечку, такими упражнениями дойду до чего-нибудь, может быть, путного. Вот, если нравится такой формат, то почему бы его не делать небольшие ролики по 10-15 минут, вот таких вот моментов. Просто пробую. Я же не учился ни в какой школе. Блогеров, мастер-класс, сольщиков. И ни в швейных техникумах не обучался. Поэтому просто на ходу учимся, на ходу делаем. Поэтому... Удачки! Удачки! Продолжение следует...